Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моём канале. Милые мои девочки, дорогие мои мальчики, сегодняшняя маска и для тех, и для других, и для девчонок, и для мальчишек. Менемногие мальчики, наши мужчины, пишут в комментариях, а почему эта маска только для девочек? Можно ли применять её мужчинам? Конечно, можно. Конечно, можно, мои хорошие. И если вы попробуете эту масочку, которую я вам решила сегодня предложить, вы останетесь очень довольны результатами уже после первого её применения. Итак, мои дорогие, сегодня у меня маска из обычных простых ингредиентов, из обычных простых продуктов, которые у нас имеются с вами регулярно дома. Если вдруг по каким-то причинам они у вас отсутствуют, то сходите в магазин обязательно, прикупите. Стоит это всё не так уж и дорого, но результат вас просто порадует. Кстати, этой маской со мной поделилась одна из таких уже моих добрых, долгих подписчиц. Зовут подписчицу Ирина. Фамилию она просила, к сожалению, её не называть. Так бы могла я, конечно, озвучить. Вот, но раз человек не хочет, то не буду этого делать. Итак, Иришка, я попробовала эту маску, в течение двух дней я ей пользуюсь. Я просто довольна. Я надеюсь, что девчоночки также попробуют и оценят эту маску. Иришка, большое тебе спасибо за этот, я считаю, уникальнейший, просто простой, доступный рецепт для омоложения и потяжки нашей кожи. Кстати, Иринка мне рассказала не только секретик, как можно омолодить свою кожу при помощи этой маски, но а также, как привести свои пяточки, которые у вас, если вдруг потресканные, в божеский вид, в порядок, чтобы у вас не было этих трещин, которые у нас часто очень болят и мешают нам при ходьбе. Ну, а также она еще поделилась рецептом, как можно один из этих продуктов просто-напросто наносить под глаза, можно это делать три раза в неделю, и мешки под глазами, и отечность, и темные круги под глазами, ну, и тем более морщинки у вас со временем пройдут. Вот. Естественно, что для этого надо время, надо проводить такие маски курсами, и тогда будет результат. Я думаю, что вы со мной согласны. Вот. Кто мне часто пишет в комментариях, что я не показываю близко свое лицо, это все неправда. Я вот перед вами все, мое лицо у вас, как говорится, вот на виду, смотрите сами. Я не скрываю своего лица, не прячу никуда. И просто-напросто хочу вам всем сказать, что давайте сегодня попробуем это замечательное средство по уходу за кожей лица, это масочка, которая состоит всего лишь из двух ингредиентов. Это сливочное масло не менее 80% жирности и манная крупа. У меня, кстати, есть масочка с манной крупой, очень много на нее уже просмотров, и я очень довольна, что женщинам понравилось это средство. И сегодня вот такое также простое средство, но уже от моей подписчицы, от Иринки. И я надеюсь, что эта маска также вам полюбится, и вы будете ее применять для своего омоложения. Эта маска в основном идет для возрастной кожи лица. Если вам уже за 40, то можете смело применять эту маску. Можете смело применять. И уже после первого применения вы увидите первые положительные результаты. Я лично очень довольна результатом. Вот буквально два дня пользуюсь и очень довольна. Ну что, мои дорогие, сейчас я вам покажу, как эта маска готовится. Вы ее попробуете, и после того, как нанесете ее на свою кожу, я буду ждать ваших отзывов в комментариях. Потому что и правда, Иринка, ты просто молодец, что поделилась этой маской. Просто молодец. Век живи, век учись. Так что, мои хорошие, готовим суперсредство для омоложения нашей кожи. И еще вот такая у меня небольшая заметочка к этому видео, к этой масочке. Я попробовала эту маску также, девочки, нанести на руки. Нанести на руки. Знаете, меня также порадовал результат. Но, к сожалению, нельзя ее сделать больше двух-трех раз в неделю. Лучше проходить курсами. Месяц прошли, два-три раза в неделю. Потом делайте месяц перерыв и продолжаете. Поехали. Будем с вами вместе готовить эту маску. Я, кстати, сегодня выгляжу просто прекрасно, мне кажется, девочки и мальчики. Я до того сегодня себе нравлюсь, просто не знаю. Вот посмотрите сами, так это или не так. Так, опять мне кто-нибудь там скажет, вот как она любит себя. Конечно, люблю. И я хочу, чтобы вы также себя очень сильно любили. Нет, у меня бывают такие дни, такие моменты, когда я вообще себе не нравлюсь. Но сегодня я просто, мне кажется, выгляжу отлично. Просто вот отлично. Вот. Мое лицо перед вами. Никуда я от вас не прячусь. Камера у меня рядышком, близко находится. Так что вот, мои девочки. И какие на мне сегодня бусы. Смотрите, красивые, правда? Да, жемчуг. Вот такой у меня жемчуг. У меня их три вида жемчуга. Вот. Кстати, один из жемчугов, моего жемчуга, у меня выпросила моя подписчица. Я тоже ей отправила. Ну, пока нет возможности у меня поехать в Китай, потому что граница у нас закрыта. Об этом я хочу сделать отдельное видео. По этому антивирусу, который ходит у нас, гуляет по Китаю. Вот. Но об этом будет следующее у меня видео. Ну, а сейчас готовим маску. Всех вас очень люблю. Спасибо, что зашли ко мне в гости. Это маска для лица, для шеи, для зоны декольте. Эта маска просто превосходная. И готовится она всего лишь из двух ингредиентов. Итак, это у нас с вами сливочное масло, не менее 80% жирности и пол чайной ложечки манной крупы. Вот. Всё. Больше нам с вами ничего не надо. А ещё, конечно, нам с вами нужна вода. Мы с вами будем сейчас разогревать масло на водяной бане. Итак, мои хорошие, ставлю сливочное масло на водяную баню. Вот так. Опускаю. И оно у меня тает потихоньку. Вот так тает, тает, тает. До полного растворения. Мешаем, мешаем, мешаем. До полного растворения масла. Всё, мои хорошие. Масло у меня растворилось. Смотрите. В растопленное масло я добавляю пол чайной ложки манной крупы. И перемешиваю. Сейчас уберу ещё здесь крупу. Остатки с ложки. Ещё раз. Ой. Перемешаю. Ещё раз всё перемешаю. Вот так. И пока у нас масло тёплое, мы будем делать маску. Очищаем нашу кожу лица. Я уже промыла. Лишний, лишний, значит, штанак убрала с лица. Сейчас ещё беру вот так, тоником, протру лицо. Глаза, как всегда, я не буду очищать, потому что мне сегодня ещё и идти по делам. Что второй раз мне не красится. Я вам сейчас покажу, как всё это делается. Вот так. Сейчас ещё возьму. Очищу. Вот, мои хорошие. Можно также шейку очистить, зону декольте. Но так как я уже делала такую масочку два дня, третий день я её, в принципе, делать и не собиралась. Надо было вчера вам записать всё это дело. Ну, раз так у меня получилось, покажу вам сегодня такую маску. Итак, кожу лица мы с вами подготовили. Что мы делаем с вами дальше? Пока наша каша сильно не разбухла, мы с вами берём кисточку и кисточкой по массажным линиям, вот так вот, даже вот так можно под глазки нанести, можно на веки нанести, на верхнее наносим нашу маску. Дорогие девочки и мальчики, в сливочном масле содержится много ретинола, оказывающего большое влияние на синтез коллагена. Благодаря этому кожа остаётся свежей и упругой, а цвет лица нормализуется. Я надеюсь, что эта информация будет вам полезной. Ну и, конечно, мои хорошие, манная крупа, которая входит в состав этой маски. Именно манная крупа содержит крахмал, растительный белок и клетчатку. Совокутность этих компонентов – настоящий клад для нашей кожи. Всего одно применение маски и лицо преобразится сразу. Разумеется, лучше пройти целый курс таких процедур. Это 2-3 раза в неделю применение такой маски, и через месяц вы свое лицо не узнаете. Девчоночки, если у вас осталась маска, то также её можете использовать на свои чистые пропаренные ручки. Берёте вот так вот и наносите. И также держим в течение 15 минут. Итак, держим нашу маску в течение 15 минут. После чего смываем её сперва тёплой водой, потом воду немножко делаем прохладнее. Смываем своё лицо. И такую маску желательно делать только на ночь, чтобы после этой маски не наносить никакую косметику на своё лицо. Потому что крем также можно не наносить. Можно просто вот использовать эту маску. Здесь у нас сливочное масло, которое очень хорошо... Видите, девочки, как каша уже разбухлая. Вот. Которое очень хорошо влияет на нашу кожу лица. Так что, мои хорошие, вот такие-то дела. Сейчас пройдёт 15 минут, я смою вам масочку и покажу вам результат. Друзья, прошло буквально 15 минут. Я смыла маску. Смотрите сами, какая замечательная кожа после этой маски. Пропитанная, увлажнённая, бархатистая и даже шелковистая. И также, смотрите, руки. Вот. Это просто замечательная маска для нашего лица, для наших рук. Просто обалденнейшая. Ещё раз тебе, Ириночка, большое спасибо за такой чудесный рецепт, который, мне кажется, понравится всем нашим женщинам. Если вам понравилась эта маска, не забываем писать отзывы в своих комментариях, ставить лайки, подписываться на мой канал и благодарить Ирину за этот рецепт. Это просто чудо. Честное слово вам говорю, это просто чудо. Отличная маска. В дальнейших выпусках я вам расскажу, как можно сливочное масло применять для ухода наших глаз и наших пяток. Это будет уже точное, как говорится, описание этого рецепта, как мне посоветовала Иринка. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Всего вам хорошего дня, отличного настроения. Кто снижает вес, всем лёгкого снижения веса. И всего вам самого доброго, красоты вам и здоровья на долгие-долгие года. С вами была ваша Елена. Пока-пока. Увидимся. Удачи вам. Удачи вам.